Всем тыквенный привет! С вами Дрим и это второй видос за сегодня, ребятки, потому что появились утечки, как я и говорил. Появилась бетка, появляются утечки. Во-первых, вы видите прямо сейчас новое лобби на своих экранах, да, которое нас ожидает уже в следующей обнове. Ну а во-вторых, мы прямо сейчас с вами рассмотрим утечки 15-16 РП, рассмотрим с вами утечки улучшаемых скинов, утечки двух новых персонажей, утечки золотых костюмов, новые коллаборации со спорткарами. Ребят, в общем, много информации, поэтому обязательно смотрите до конца. А также, если вы вдруг не посмотрели видосик, который выходил пару часов назад, обязательно посмотрите. Там обзор новой карты Нуса. Просто сейчас уже эту карту на бетке не запустить. Я думаю, в ближайшее время там разработчики все пофиксят, но сейчас она недоступна. Поэтому, если вам интересно, обязательно посмотрите сегодняшний ролик. В общем, прямо сейчас вы на своих экранах видите два новых персонажа, ребят. Два новых персонажа, которые нам завезут в следующем обновлении 2.2. Кстати, как всегда, эту инфу я раньше всего выложил в Телеграме, и там ребята угорали именно в чатике, что персонаж слева, да, это не Каглай. В общем, смотрите, будут у нас два персонажа. Кстати, голоса, голосовые паки вы сможете услышать в конце видоса, ребят. Будет у нас персонаж по имени Райли, как вы видите, да. В принципе, очень даже интересный персонаж. Будет, ну, а также у нас, как видите, купоны выдаваться по мере прогресса, да. Именно как это у нас было с Анной, если не ошибаюсь, да. Будет эмоция, будут фрагменты. В принципе, та же самая стандартная схема, как это у нас было и ранее. И та же самая история будет у нас именно, конечно же, с персонажем София, да. Которую нам тоже именно добавят именно вместе с обновлением 2.2. Вот мне просто интересно, как это будет, именно что целых два новых персонажа добавят. Вот это очень даже интересно. Но все же, в принципе, это есть вытечка, поэтому я с вами, конечно же, этим прямо сейчас делюсь. И только что вы видели эмоции, да, персонажа Райли. Вот, кстати, МВПшка. Они, к сожалению, еще не прогружаются, да. Вы видели только картинки. Ну, а прямо сейчас вы видите именно, само собой, персонажа София. Также будет голосовой пак, как видите, на втором уровне, да. На третьем уровне у нас будет именно купоны персонажей. На четвертом снова же фрагменты. На пятом уровне эмоции. Так же, как и у персонажа Райли, да. К сожалению, они не прогружаются еще, ребят. Но главное, что мы видим, как выглядит сам персонаж. Посмотрим, конечно, результат, конечно. Но пока что выглядит очень даже годно. И, конечно же, жду, чтобы его побыстрее именно добавили, этого персонажа. И хотелось бы его, конечно же, затестить. Пока что это вся инфа, которая у нас есть именно по поводу новых персонажей. Если появится, а она по-любому появится, ребят, информация, вы ее найдете где? В Телеграме. И, конечно же, здесь будет видосик. Поэтому обязательно подписывайтесь на Ютуб, на Телеграм. Здесь самая оперативная и свежая информация. Помимо этого, ребят, появились первые утечки 15-го и 16-го Ройал Пасса. Да, то, о чем я и говорил в самом начале. Во-первых, вы видите именно жетончики, как будут выглядеть. А прямо сейчас вы видите эмоции, ребят. Эмоции 16-го Ройал Пасса. И, как я понимаю, они тоже будут взяты с китайской версии. И эмоции 15-го Ройал Пасса. Ну, то, что у нас бесплатные линейки, да? Если, в принципе, верить им на картинкам. Ну и дополнительно, конечно же, будут еще и мифические эмоции. Далее вы сейчас их увидите. Там эмблема именно 16-го РП. В общем, разработчики продолжают именно это делать. Продолжают именно нам завозить именно с китайской версии эмоции. Завезли карту Нуса. Вот, кстати, видите, да? 16-е РП, мифическая эмоция. Завезли карту Нуса, которую добавили тоже на китайскую версию. Там была именно карта для просто развлекаловки такая, да? Здесь у нас именно карта 1 на 1. 29 участников. Играть можно 8 минут. В принципе, ну, такая быстренькая карта, да? Если у вас оказалось внезапно 10 минут свободного времени. Причем ранговая карта, что самое интересное. Прямо сейчас на своем экране вы видите первый золотой костюм, который будет у нас добавлен. И это эмоция данного золотого костюма, ребят. Интересненькая эмоция. Да и сам костюм максимально интересный. К сожалению, мы видим только саму аватарку, да? Ну, а прямо сейчас вы увидите вторую аватарку. Именно второго золотого костюма. Снова же, к сожалению, мы видим только аватарку, ребят. Она поинтереснее, если честно. Вот этот костюмчик поинтереснее, чем первый, который мы с вами увидели. Ну и, само собой, у этого костюма тоже будет возможность именно из рулетки забрать себе эмоцию. Вот она эмоция, ребят. В принципе, ожидаемо, потому что уже, получается, у нас это будет третий сезон, да? Два сезона подряд нам добавляли по два золотых костюма. И я так предполагаю, так и будет уже дальше, ребят. Здесь изменений не будет. Ну, а мы идем дальше, ребят. Дальше у нас именно идут утечки именно разных именно аватарок. Там у нас будут сейчас еще, вы видите, граффити. Награды именно популярности. Новые рамочки, вот, кстати, заметили, да? Вот эта вот рамочка, кстати, мне очень даже нужна. Я ее буду добывать по-любому. Ну, прямо сейчас вы видите новые награды популярности, которые будут доступны на разных регионах, да? И, помимо этого, ребят, у нас будут граффити. И что самое интересное, среди граффити, ребят, затерялась вот такая вот интересная картиночка, да? Это говорит о том, что, возможно, в следующем обновлении у нас будет коллаба. Да, ребят, вот такая вот крутая коллаба со спорткаром. Я, конечно же, конечно же, очень бы хотел себе выбить такой вот скинец. Ждем, конечно же, уже подтверждение. Ждем именно трейлера какого-то, да? Ждем именно скины, потому что именно так это происходит. Но вот первый намек на то, что у нас, возможно, будет вот такая вот коллаба, прямо сейчас вы видите на своем экране. Напишите в комментах, как вам такая коллаба? Хотели бы вы себе такой скинец на тачку в игре? Я очень хочу, если честно. Кто подписан на мой инстаграм, знает почему. В общем, прямо сейчас вы видите остальные граффити, да? Там будет еще какая-то битва поколений, как вы заметили. Ждем, в общем, посмотрим, что это такое. Но, помимо этого, ребятки, помимо этого, смотрите, что нас ожидает. Тыква-питомец. Да, да, барон причем. В общем, барон-тыква-питомец. И я его, конечно же, что, буду обязательно выбивать. Короче, ребятки, это наш сезон. Это наш сезон, и это наши скины. Будет много тыкв, и мы все их, конечно же, будем собирать, потому что, ну, мы тыквенные войска, как ни крути. Будут еще дополнительно, как видите, именно скинчики к этим питомцам, да? Ну, мы видим их именно на собачке, на кошечке. Но, я так предлагаю, они будут именно для тех новых, именно, питомцев, которые нам добавят. Ну, а прямо сейчас хотел бы быстро показать именно ранговые награды. Все, ребят, потому что в предыдущем видосе я их показывал. Но я показывал только вот этот вот костюмчик, который вы можете рассмотреть более детально, да? А также я показывал именно скинец на СКС-ку. Но, как вы понимаете, наград побольше будет, да? Есть у нас очочки, вы их видели только что. Также у нас будет еще дополнительно парашютик. Жаль, что парашютик теперь именно можно просто купить за монеты. Раньше я стремился к рангу аса, чтобы получить парашют, потому что у меня есть все парашюты. Я их не покупал за монеты, они у меня есть с самого начала, потому что у меня каждый сезон был ас. Но сейчас, как вы понимаете, это просто можно купить в самом начале за монеты. Такое себе решение от разрабов. Но парашют прикольный. И скинец на СКС-ку тоже годный, вы его видели только что. Но почему СКС-ка? Почему нельзя было сделать такой скинец на другое оружие? Я не понимаю, если честно. Дреды, маска, это мы уже с вами рассматривали. Поэтому на этом мы с вами акцентировать внимание, конечно же, не будем. Поэтому предлагаю идти дальше, потому что дальше мы с вами рассмотрим быстренько, ребят. На что нам добавят именно улучшаемые скины в следующем сезоне, да? Ну, я имею в виду, на какое оружие. Первое оружие, на которое мы с вами ожидаем улучшаемый скин, это у нас скинец на Берилл, ребят. Да, будет у нас скинец на Берилл. Как вы понимаете, это будет 8 уровней. И это будет мимифический скин на Берилл. Возможно, надеюсь. Надеюсь, что это будет на что-то очень годное. Потому что по названию вроде бы похоже на что-то интересненькое. Кстати, киллчат виден, да? И это что? Это, конечно же, снова смахивает нам Хэллоуин, ребят. Поэтому, возможно, это будет на какой-то тематике тыквы. И мне придется тоже обязательно это выбивать. Также в следующем сезоне у нас будет еще улучшаемый скинец на Грозу. Мне это, к примеру, очень даже не интересно. К сожалению, здесь даже киллчат недоступен. И мы не можем сделать никаких выводов, что это за скинец. Хотя бы примерно, да? И какой это будет тематики. Но ждем, ребятки. Потому что утечки, как вы знаете, после чего выходит бетка, они появляются очень-очень часто. Поэтому будьте на готове. Улучшаемый скинец на МКшку, который можно будет выбить себе из ящика удачи. И еще будет у нас улучшаемый скинец на УЗИшку. И это, в принципе, все, ребятки, что доступно на данный момент. Прямо сейчас вы узнаете, как будут звучать голосовые чаты наших новых персонажей, да? Голосовые команды. На этом я с вами прощаюсь. Если вы вдруг пропустили видос с обзором новой карты, обновления, обязательно посмотрите, да? Ребятки, вот вам подсказочка. Также не забывайте про все наши розыгрыши. Розыгрыш прокачки, розыгрыш рпшек. Все это тоже есть в описании. Переходите в Телеграм, там тоже скоро розыгрыш начнется, ребят. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Снова же, не болейте, ребятки, не болейте, потому что лето уже заканчивается. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Dream. Всем топ-1. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал 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 DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok.